Россия напугала Запад, точнее говоря, Украина напугала Запад с российскими попытками наступления под Харьковом. И ввиду того, что у нас на Западе грядут различные выборы, в частности, Европарламент вроде должны быть выборы, скорости, потом у нас главные выборы в ноябре в США, конечно, терять Харьков и что-то такое, терпеть такое масштабное поражение, которым оно было бы представлено, естественно, во всех СМИ. Накануне важных выборов западным лидерам ничего не захотелось. Это, кажется, наводит на мысль, что если бы у них каждый год были такие выборы, возможно, бы Украине помогали бы более активно. Или, кстати, наоборот. Но, тем не менее, поэтому, мне кажется, это такой психологический момент. И вообще эта война, она больше про психологию, кстати говоря, а не про, собственно говоря, войну и даже политику, потому что эти красные линии – это психологические конструкции, которые возникают в чем-то воображение, а другие пытаются их как-то примирить с реальностью и переходят, переступают или уходят вдоль и так далее. Но мы видим, что эти красные линии периодически переступаются, на их смену нарисуются другие красные линии. В общем, это такая игра, игра воображения разных людей, но в ее результате погибают совершенно другие люди, которые в таких линии не проводят. Борис, я как раз хотела спросить про эти красные линии с точки зрения психологической, а как это, в принципе, происходит? Какое-то важное событие, как Харьковское наступление? Или просто аргументы копятся, 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 и просто уже невозможно «не». С Таурусом что-то так не происходит, там тоже копятся аргументы. Это не способствует принятию решения в Берлине. Вы знаете, насчет Тауруса момент такой, что канцлер Шольц в последние несколько дней как-то очень осмелел, мне кажется. Есть сообщение о том, что он согласился наносить удар по России, сказал «так надо, необходимо». Он даже побежал впереди американцев, такое ощущение. То ли общение с Макроном, так благотворно сказалось, то ли что-то еще, но, в общем, непонятная ситуация. Поведение немецкого лидера, она какая-то такая вот, да, становится. С одной стороны, вроде, как бы делает правильное решение, с другой стороны, продолжает упорствовать в каких-то других вещах, которые, в принципе, ничем не отличаются. Поставка тех же Таурусов. Ну, Таурус — это не чудо-оружие, это не вундерваффе никакой, просто крылатые ракеты. Такие же, как эти вот английские скальпы. Но только 500 километров, а не 300. Это, на самом деле, это ограничения, в большей части, экспортные. Там, в принципе, можно подкрутить и поставлять что угодно. Как вот «Искандеры», у них официальная экспортная дальность — 290 километров, чтобы попадать под режим контроля за ракетной технологией, а так они могут и летать на 500, и дальше. То есть это все... Ну, и когда можно сам этот запрет и ограничение использовать это оружие для ударов по российским базам, скоплением техники и так далее, даже на непосредственной близости от границы Украины, мы видим, что это настолько какой-то, не знаю, какая-то похабная абсолютно вещь, как бы Ленин, наверное, назвал бы это дело, абсолютно дикая, не вписывающая ни в какую ни в политическую, ни в военную сообразность. И если от этого начинают отходить, ну, слава богу, жалко, что третий год только потребовался для того, чтобы начать от этого отходить. В принципе, было это нет. Почему, в принципе, они... Речь же идет, как многие страны сказали сразу, что мы вообще не ставим никаких ограничений, потому что речь идет о праве на самооборону. Почему ряд стран все-таки ставили эти ограничения? Мне кажется, что те страны, которые наиболее смело себя ведут, они как раз-таки меньше всего таких вооружений поставляют. Потому что если вы поставите 10 тысяч автоматов, ну, вы из них можете стрелять куда угодно, но до территории России вы вряд ли там из Харькова дострелите. А те, кто поставляет серьезные виды вооружений такие, они вот как раз и осторожничают. Но это опять речь о психологии. Речь об этих красных линиях. Потому что с самого начала Путин обозначил, что если кто-то будет вмешиваться, мы ответим всей мощью, так сказать, российского оружия. Надеюсь, меня услышали, сказал он так вот, прям отчеканил. И, видимо, внутри себя он чувствовал себя таким Наполеоном прямо, или, не знаю, который перекраивает мир. Но, тем не менее, это все равно это осталось. Почему психология такую важную роль играет в этой войне, и почему в других войнах она играет меньшую роль? Потому что здесь у нас на сцену выходит ядерное оружие. Это самый главный, единственный источник всех этих страхов и неопределенности. Если бы его не было, я думаю, проблема была бы гораздо менее серьезной. Эти красные линии уже мало кто бы рисовал, потому что тут уже как бы силу на силу. А здесь есть ядерное оружие, о котором все знают, что оно не только разрушительное, но и самое главное, оно способно загадить жизнь многих других и непричастных людей на многие годы вперед. Вот это самое страшное. Если вы сбросите ядерную бомбу на Хальков, и не только истребите кучу людей в Халькове, но вы и всю область Хальковскую можете сделать просто непригодной для жизни, не только Хальковскую. Никто этого не хочет. Поэтому все держат в голове вот эти вот ядерные угрозы, которые, как бы мы к ним не относились, но они существуют, потому что вероятность использования есть. Более того, чем больше российские деятели угрожают на всех уровнях этим оружием, начинают Медведева заканчивать всякими там пропагандистами у Соловьева по телевизору, тем больше привыкают к этой риторике, и тем самым в итоге может просто прийти к мысли, а что, собственно, не жахнуть-то, да? Ну мы столько об этом говорим, почему нет? Когда много говоришь о каком-то страшном событии или оружии, ты начинаешь к нему привыкать, и оно уже кажется не таким страшным. Вот это плохо, и тем дольше эта война длится, тем дольше вот Украину заставляют так вот воевать в полсилы, завязанными руками, тем выше вероятность того, чтобы в итоге решать жахнуть. Я хотела бы еще уточнить опять про эти красные линии и про их психологическое влияние. А они у Москвы и Запада разные, или это одни и те же линии? Они какие-то общепризнанные? Мне кажется, изначально красные линии рисовала только Москва. Это было изначально вообще какое-либо участие Запада в этой войне. Сначала говорили, что попробуйте какое-то вооружение поставлять Украине, мы вам покажем огургой. Потом оказалось, что какое-то вооружение можно поставлять, но никакое это не такое. Установки ракетные нельзя, потом оказалось, что можно. Потом выяснилось, что ракеты, ну, практические ракеты, скажем так, те же крыла от ракеты нельзя, потом выяснилось, что можно. Потом еще какие-то ракеты. Вот сейчас про самолеты говорят, что нельзя, но вроде как бы уже почти что можно. Еще бы эти самолеты умерли. И так далее. То есть, а у Запада, у него единственная красная линия, мне кажется, это такая, правда она очень толстая и очень сияющая. Это вот, лишь бы самим ничего, так сказать, самим бы не попасть под раздачу. То есть, мы как бы помогаем, потому что мы понимаем, что в наших интересах, чтобы Украина проиграла, и Путин дальше стал навязывать всем свое видение мира, и не только Путин, но и все остальные ободренные его примером. Товарищи. Но в то же время, нам очень не хочется самим вот это участвовать, потому что мы очень хотим, чтобы дальше жить мирно, комфортно, чтобы наш комфорт европейский никто не нарушал. И люди не хотят напрягаться, потому что война это неудобно, война это некомфортно, это какие-нибудь очереди продуктовые, там карточки, это все никому не нужно, неинтересно. Все хотят спокойно жить, кататься, путешествовать, наслаждаться жизнью. И писать в соцсетях всякие свои гениальные идеи, которые во время войны, естественно, будут затыкаться. И это все должны понимать. Но вот есть при этом заявление Макрона, который уже говорит об инструкторах, которые могут быть отправлены, это следующая такая стадия, видимо, после самолетов. Да, да, но что за инструкторы? Чему они будут учить-то украинских военных? Мне кажется, украинские военные сами могут уже научить любую натовскую армию, потому что на самом деле все такое настоящая война. Какой у французов военный опыт? После там Дзен-Дзен-Фу. Это вот африканские галлонии бывшие, где они наводят порядок, а сейчас их оттуда, извините меня, тапками гунят. Из Мали, там, из Нигера, здесь отовсюду. Ну и к чему они научат? Как правильно там беспилотниками обращать? Ну, мне кажется, украинцы уже сами, в принципе, немножко поднаторели в этом деле. То есть, если это инструктор, это как раз во время Корейской войны было 2 миллиона китайских добровольцев, которые внезапно собрались, бросили все и побежали в Корею воевать с американцами, но если вот эти инструкторы, это такой синоним, ну, не знаю, но их должно быть много тогда, и должно быть там, не знаю, так сказать, дивизий этих инструкторов. Ну, до такого, я думаю, Макрон еще не дошел сам, и уж тем более, я так и не знаю, чем закончился их спор с Шольцем на эту тему. Продолжает ли Шольц настаивать, что нет-нет-нет, ни в коем случае, никаких инструкторов, никаких сил, ничего такого. Да, они разошлись, и, видимо, Шольц решил компенсировать это своей вот нынешней такой смелости. Но все это опять пока на словах, все это на словах. Смотрите, вот те же F-16, мне их говорили уже с весны 22-го года, что вот даже какие-то украинские летчики отправились куда-то в Европу тренироваться. Обещают в этом году 60 самолетов. 60 самолетов обещают в этом году поставить. 24 из Нидерландов. Ну, хорошо. При этом половина этих или часть самолетов, они должны летать так, чтобы ни в коем случае не задеть Россию. Там еще что-нибудь. Бельгийские, да. Бельгийские должны летать так, чтобы не задеть Россию. Совершенно верно. Я не знаю. Наверное, бельгийцам тогда логично поставить своих диспетчеров еще вместе с самолетом, чтобы они их разводили по эшелонам, там все, чтобы было все грамотно, четко, не дай бог. На всех языках. Да, не дай бог агрессор пострадает от этого. Ну, вот, понимаете, вот эти все такие кивоки, оговорки, они, они чисто психологически, опять же, играют на руку Путина, потому что Путин-то видит, что, ну, как бы, вот люди бы, скрипя сердце, европейцы что-то хотят делать, но они очень не хотят этого делать. И вот он думает, как бы вот их припугнуть или еще как-то надеюсь, чтобы они сказали бы, ну, нет, ладно, мы лучше посидим, но, ну, нет. И он то начинает давить, то наступление, то опять говорит, какой я миротворец, я хочу мира, а вы только вот, Зеленский, только войну разрыгает и так далее. Вот это все. И когда у тебя нету четкой позиции, когда ты сам для себя не определился, что ты хочешь, собственно, и чем-то тебя угрожает, а у меня такое впечатление, что не все европейцы до сих пор поделились с этим, даже американцы, несмотря на некоторую свою риторику. Вот тогда, конечно, ты начинаешь метаться и ты все думаешь, вот здесь так, здесь так, шаг вперед, два шага назад, то есть, сказал бы Ленин опять же. Борис, тем не менее, вот сейчас в Москве довольно резко отреагировали на вот это решение западных стран, ряда западных стран разрешить Украине бить по российской территории, по российским военным объектам. И в частности в Кремле заговорили об эскалации, а что, собственно говоря, как может эскалировать российская сторона? Вы говорили, ты говорил, о ядерном ударе, каком-то тактическом, и об этом Москва часто говорила, что вот у нас еще есть тактическое ядерное оружие. А еще что возможно? Во-первых, крики про эскалацию в Москве раздаются каждый раз, когда что-то происходит такое вот с Украиной. То там ракеты поставят, то атакамсы, то там еще что-нибудь. Скажут про Ф-16, и каждый раз сопровождалась такой вот словесной бурей. И Дмитрий Анатольевич Медведев писал что-нибудь такое душесчипательное у себя в Телеграме и прочее. И Мария Захарова там выступает. Поэтому сейчас это как бы ничего там нового нету, естественно. Это новое какое-то развитие, негативное по отношению к российским позициям, поэтому, естественно, они так это высказываются. А эскалацией занимают, собственно говоря, они. Потому что каждый раз Путин бомбит Украину, Путин бомбит гражданскую инфраструктуру прицельную, даже сам в этом говорит. Он сам признается в совершении военных преступлений. Это, если это не эскалация, то что это? Вот там не прогресс был практически уже. Так поврежден, что украинцы говорят, что он вообще не вырабатывает электричественные энергии. Это огромный энергоисточник для большей части Украины. Запорожская АЭС, которая постоянно находится под угрозой повреждения с непонятными совершенно предсказуемыми последствиями. То, что в Харькове происходит и так далее. Это же все, когда есть эскалация. Эскалация не обязательно должна быть какой-то качественно новой. Она может быть количественной. Сегодня мы сбросили 100 бомб, завтра мы сбросим 300 бомб и 500 беспилотников. Такая эскалация. Путин достаточно хорошо на самом деле играет на этом всем. У него ручка развязана, может делать все, что захочет. У него какой-то такой оппозиции. Людей, кто-то с ним не согласен, видимо, совсем не осталось. И поэтому может эскалировать как угодно. А на Западе каждый этот момент вызывает панику. То есть до ядерной эскалации мне, конечно, пока еще не дошло, потому что все понимают, что это средство последнее. И пока к нему нет смысла прибегать, потому что даже вот это разрешение на обстрел российской территории западным оружием пока еще никак не сказалось на состояние на военном положении. Пока российские войска по-прежнему продолжают пытаться наступать в большую импотез, но тем не менее, пока российские войска действуют на территории Украины, они наоборот. Пока что ситуация в Украине сложно прогнозировать. Эти удары по гражданской инфраструктуре, по энергетике и прочему не прекращаются. По-прежнему в Украине большие проблемы с ПВО и так далее. Не только в отсутствии самолетов, но и в отсутствии недостаток ракет для патриотов тех же и для имеющихся комплексов и прочих. То есть это все по-прежнему достаточно благоприятно для российских войск ситуация на сегодняшний день. Пока еще это снятие запрета частично, тем более с оговорками, оно пока не привело никакому позитивному исходу для Украины. Пока еще рано об этом говорить, это всего лишь несколько дней. Но тем не менее, мы видим, что в Украине тоже очень большие проблемы и мобилизация там идет, так скажем, нерадужная и усталость есть в обществе. И, конечно, в Москве считают, что им надо дотянуть. У них больше есть резервы в виде народного терпения, у них есть много денег, которые они получают. Они, в принципе, ну там, бюджетные какие-то махинации проходят, но тем не менее, деньги у них есть. Они знают, что народ всегда затянет пояса потуже, но на войну отдаст последний. И так далее, и так далее. Вот сейчас налоговая реформа очередная. То есть, Путин считает, что у него, наверное, есть время, он может подождать, пока Запад окончательно иссякнет, украинцам тоже что-то надоест, и тогда вот они спокойненько продавят все, что хотят. Поэтому пока использовать оде наружу, ну это бессмысленно. Зачем? Это только способно, в общем-то, всех перепугать так, что кто-нибудь возьмет и жахнет в ответ. в ответ.